Сегодня я готовлю суп с рикадельками. Ну, это стандартная моя зажарка. Это бульон. Кстати, это постный бульон, он только на овощах. Мои обжаренные овощи и вот такой бульончик. А, в постный я еще картошку добавляю, но не обжаренную, просто чищенную. На второй я сегодня готовлю голубцы. Все журчит, шкварчит, готовится. Для фрикаделек я готовлю фарш. Фарш я никогда не покупаю. Я должна видеть, что я перекручиваю. У меня наполовину свинина, наполовину говядина, лук и кабачок. В фарш я не добавляю вот эту вот булку с молоком. Я считаю, что это все уже прошлый век, что самые сочные котлеты, фрикадельки получаются, если добавлять кабачок или цукини, без разницы. Сначала перекручиваю мясо. Я просто про последовательность. Почему я не покупаю фарш? Потому что вот эти вот профессиональные мясорубки, они даже хрящи перемалывают. Мне не хочется есть то... Ну, короче, я хочу кушать хорошее, нормальное мясо, а не какую-нибудь ерунду. Поэтому я всегда готовлю фарш сама. Следом я перекручиваю лук. Перекрутила лук. У меня здесь где-то приблизительно три такие небольшие луковицы. Лук всегда тоже дает сочность. Следом я буду перекручивать кабачок. Так, мясо, лук, кабачок. Я немножко оговорилась, не профессиональные мясорубки, а вот эти промышленные мясорубки. То есть они перекручивают такое, что вам, ну, блин, даже не буду портить аппетит. Особенно опасно покупать куриный фарш. Потому что, блин, ладно. Выбор за каждым. Я делаю фарш сама. Соль, перец. И все перемешать. И в чем плюс этого фарша? Если вы хотите делать котлеты, тевтели, фрикадельки. Вы видите, какой он? Сюда не надо никакое яйцо, никакую... Вот эту булку с молоком добавлять. То есть у вас сразу такой хороший фарш. И котлеты, и тевтели, фрикадельки, они получаются сочными и нежными. Никакая булка вам такие котлеты не сделает. Так, вот накатала я фрикаделек. Так, оставшийся фарш я по пакетикам и в морозилку. Что-нибудь еще потом из него приготовлю. Так, сейчас я буду обжаривать, слегка обжаривать фрикадельки. И потом они только после обжарки отправляются в суп. Самое главное правило при любом приготовлении... Наверное, многие знают, но я проговорю вдруг, кто впервые. Обязательно разогревайте сухую сковородку без ничего. Вот прям обязательно хорошо разогревайте. Добавляйте масло, тоже разогревайте. Никогда не кладите ваш продукт в неразогретое масло, потому что продукт будет не жариться, а впитывать масло. И только потом начнет готовиться. Поэтому надо, чтобы это было разогретое все. Быстренько положила все фрикадельки. И сейчас, пока их не трогать, у меня на семерочке они готовятся. Чуть-чуть они возьмутся, и я их аккуратненько перемешаю, чтобы они не развалились. Голубцы тушатся. Фрикадельки обжариваются. Видите, они сок сколько дают. Представляете, какой сочный фарш получается. Приготовление голубцов я вам показать не смогу, потому что я готовила их и замораживала. То есть у меня было... У меня есть всегда в морозилке такие блюда, когда вот олень масштабно заморачивается. Хлоп, зажарочку соусом залил и готовится. И вот когда уже процесс тушения голубцов подходит к финалу, добавляем зелень. Я надеюсь, вы все поняли, что это я готовила сама. Просто я готовила их раньше, и они у меня замороженные лежали. Так, в бульоне варится картошка. Кстати, многие спросили, что значит постный бульон. Ну, постный бульон – это бульон не без мяса, овощной бульон. Я его делаю так же, как и мясной. Я обжариваю на сухой горячей сковородке до черна морковку, лук, зубчик чеснока. Кладу все это в кастрюлю, кладу туда картошку одну, кладу зелень и варю, как обычный бульон, только овощной. Вот, картошка почти готова. И сейчас я добавлю туда фрикадельки и потом зажарочку. Ну что, супчик с фрикадельками готов. Как обычно, под финал зелень с чесночком. И это все вот буквально зелень, минуточку кипит, и выключаю.